Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Как известно, после взятия города Шуша, азербайджанская армия уже подходила к Ханкян-Ди, и его взятие оставалось лишь вопросом времени. Ну а дальше пошла череда странных событий. 9 ноября, когда азербайджанская армия уже стояла у врат в Ханкян-Ди, а оккупационный режим делал жалкие попытки обороняться, был сбит российский вертолет. Далее, после сбития вертолета, через несколько часов, в ночь с 9 на 10 ноября, около 2 часов ночи, многие жители Абширона, городов как Баку, Хридалан и Сумгаид, услышали два сильных взрыва. В некоторых местах взрывы было слышно так сильно, что люди просунулись в ночи, а другие даже ощутили вибрацию. В интернете стала появляться информация о ракетном ударе по Баку, и сразу после этого вышла новость о том, что Армения капитулировала, после чего вся тема взрыва замялась, а официальные власти так ни разу и не дали комментариев по этому поводу, как будто ничего и не было. А в обществе гуляют лишь догадки, что ракетный удар по Баку был так называемым принуждением к миру, неким маркером демонстрации силы, и удар был отражен ПВО Барак-8, либо, что это была просто предсмертная огонь Армении. Также мы знаем, что высшие власти Армении признали, что применяли Искандер. Бывший президент Армении Серж Тарксян говорил, что как раз Искандер применяли к концу войны. Бывший начальник генштаба Армении генерал-полковник Мафсе Сокопян заявил, что у него есть достоверная информация о применении Искандера. То же говорил и Никол Пашинян, но после чего забрал свои слова обратно. И относительно недавно в Азербайджане были продемонстрированы обломки Искандер-М. Версии предназначены только для внутреннего использования Россией. И если соединить все это воедино, то получается, что больше всех в этой войне победила Россия. Для России все идет по запланированному сценарию. Россия не помешала Азербайджану начать освобождать свои земли, но не дала это сделать до конца, поймав сразу двух зайцев, ухудшив политическое положение Пашиняна, тем самым создав предпосылки для смены власти в Армении и прихода своего человека. И для того, чтобы самой закрепиться в Карабахе, для контроля и манипуляции обеими странами, для своей геополитической выгоды. Азербайджан уже стоял у врат логова разбойников, у Ханкенди. Если бы столица террора Ханкенди была бы освобождена, то Россия уже не имела бы карт-бланша на вхождение в Карабах, а значит и потеряла бы возможность усилить свое геополитическое влияние на Южном Кавказе. В интернете можно найти некоторые видео российских военных, бесплатно сливающих информацию в чат-рулетках о том, что 9 ноября они готовились к переброске в Карабах. Конечно, им не стоит доверять, но это не отрицает того факта, что если бы Азербайджан пошел бы дальше, то Россия точно не осталась бы равнодушной. Многое скрыто от масс по соображениям безопасности. На некоторые вещи нам никогда не ответят правду. Мы даже не знаем и малой части того, что на самом деле происходит за занавесом. Но если попробовать читать между строк и заглянуть в корень, то становится очевидно, в этом мире ничего не происходит случайно. Субтитры создавал DimaTorzok